привет друзья электрик на канале так продолжаем историю черного песка будет сегодня хлорная тема так я буду использовать хипохлорид натрия так где то здесь есть вот у меня 10 12 процентов раствор свеженькие вонючки так я отмерил 20 грамм этого черного концентрата в прошлом видео показывал анализ пробит пробирки там 350 если не путаю граммов золота на на тонну это получается 0,35 на килограмм где-то так и это это еще сильная такая вещь не просто камушек какой-то найденный так ладно я это вот буду засыпаю здесь внутри это я сначала чтобы не было такого пустого эксперимента я вот налью довольно много я сделаю один к 10 получается 1 к 5 1 твердый будет 4 части можно сказать жидкого 1 к 4 посмотрим как он тебе поведет без добавления соляной кислоты может быть там внутри есть много всяких элементов может быть он здесь сразу будет бурликать бурликать будет вонять и так налью до 100 чтобы наверняка посмотрим как он себе поведет у раствора гипохлорита есть ph где-то в районе 12-14 он довольно жестко челочная штуковина так чтобы не воняло чуть-чуть я его накрою так ну вот и немножко надо помешать признаки газов пузырьков по ходу сейчас не вижу можно сразу вычислить сколько будет миллиграммов золота на 20 граммов концентрата и можно ли его увидеть например с оловом колоридом так ну посмотрим как он себя сейчас ведет я думаю без соляной кислоты гипохлорита никак не 7 себя не поведет так но немножко помешали надо посмотреть какого рода может быть есть реакция если пузыри если какие-то газы что-то чуть-чуть плывет появилась какая-то фракция которая плывет на поверхности если я не забыл мне друг который прислал это сказал что там уголь есть немножко может быть это тот уголь и плавает но здесь есть настолько много металлов которые будет растворяться вместе с золотом что я наверняка думаю что золото это уголь никак не засосет просто первые частицы которые будет растворяться это не золото там будет очень какие-то легкие там соединение типа цинка алюминия такие ну которые моментально реагируют и а их уголь абсорбирует во первых золото уже будет медленно растворяться так ну вот мы ничего не видим раствор раствор не немножко начал садится на дно и нету никакой реакции так раствор даже не нагрелся так надо сейчас добавить соляной кислоты совсем немножко не хочу я переборщить не хочу чтобы здесь все это 30 процентов железа полезла так будем понемножку и посмотрим как здесь что пойдет от одной двумя каплями здесь будет хлор выделяться и там уже будет соединение как хлорная вода всякая нечесть там будет появляться так две капли сначала у нас есть две капли сильно не воняет такая вот подкисление в принципе можно подкислить любой кислотой даже лимонный уксусный обычный пищевой уксус 9 процентов подойдет идеально просто и та же самая белизна который она немножко не такая сильная но но если не разбавить водой будет 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 свое дело делать делать так ну вот здесь это все пусть это все смоется со стенок чуть-чуть-чуть я чувствую росточек начал так типа нагрелся пальцами чувствую от этих двух капель он не мог нагреться я так думаю здесь надо посмотреть может быть пошла какая-то реакция потому что немножко хлора там появилась да раствор настолько мелкие частицы что что есть все такое взвешенное на воздухе так немножко немножко какие-то пузырьки какие-то пузырьки там есть но надо добавить я думаю еще пока ничего здесь такого серьезного не будет а так у меня уже там было сейчас мы добавим так главное этот пх в районе 7 чтобы все это железо не полезло просто когда она полезет ну там просто полезет все золото вывалится на дно просто так три капли и вот тогда когда там появится хлор он будет постепенно выделяться и он уже начнет там пробовать все эти металлы которые внутри вот если золото будет свободной форме тогда у него не помешает его растворить никак так есть немножко какие-то пузыри раствор темный и ну он есть чувствую градусов но 35 точно потому что немножко теплее чем руки мои так ну делая это я первый раз потому вот так вот интересно не может быть такого что в этой субстанции есть где-то 20 металлов ничего не пузырится ну так не может просто быть хотя бы раствор такой теплый по ощупь так добавим еще две капли ой три получились нечаянно так странно раствор не воняет страшно потому что здесь хлора это по большому не выделилась ничем-то там много вот и посмотрим вот ну я так думал что будет такая бурная реакция так ну вот я вижу есть признаки пузырёв там начало что-то так надо посмотреть ph какой так у меня есть листочек делаем пробу на кислотность так у меня есть листочек абсолютно ничего не происходит так смотрим но в принципе нормально вот это есть где-то 7-8 7-8 и тогда когда он так потихоньку там что-то ищет и вот это всю кучу железа и других металлов пока не грезет конечно это если его нагреть тогда активность у него повысится но не не нагреть же ванну кубическую метру так 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 хочется мне чуть-чуть кислотность поднять но как-то но я чувствую что эксперимент весь развалится что просто начнет здесь все кипеть просто да мы еще немножко добавим 9 капли так конечно такой вот эксперимент за 15 минут не получится надо там пару часов даже день подержать но но уж очень такой жуткий концентрат такой пушистый просто и не не может быть что он как сказать не выпрыгнет из стакана да половина осадка висит в жидкости свет свет даже не не хоть такой грязный такой да но не видно никакой реакции а вот такие как пузыри чуть-чуть идет как бы показать что видно как бы видно пузыри ну фокус этот камера без автофокуса но это что за шутка так ну как-то так медленно какие-то пузырьки идут хотелось мне пробу на олово взять ну как бы наверно надо будет пойти на паузу иначе здесь так быстро все не получится хотя бы золото можно и за 10 минут растворить чтоб олова показала ну если чистый порошок а и если здесь он какой-то сульфидной форме ну значит надо это все долго мне просто радует что эта смесь не так бурно реагирует с хлоркой это есть надежда что можно растворить не всю грязь а только то что надо так ладно пойду я на паузу если что-то будет интересней кручу так ну прошло пять минут и вдруг сам по себе начал бурликать раствор ничего не добавлял просто здесь смотрел ждал ждал вот начал бурликать что-то там вот изменилось вдруг себе по себе и так нехило начал бурликать но ph районе вот 7-8 где-то по посередине там водичка нейтральная более-менее какие-то оксиды наверно отщепились там видно какой будет раствор темный зеленый синий красный который элемент первый там задействует эти пузырьки так сначала красивее так раствор такой как был температуры типа держится о пеночка какая-то появилась вот так ну я думал уже что раз пойдет но как-то все равно это как-то слабовато не ну хипохлоридные методики они не такие страшные как царская водка они такие медленные потому их надо где-то например на солнышке черной пленкой сделать чтобы температуру подняться там градусов 60 ну на халял просто и тогда там уже температура нравится всем кислотам так ну и что жижи черная такая не садится ничего на дно он можно сказать разделить на две части то что не садится и то что не плавает какая-то часть на дне а какая-то часть просто там висит в воздухе ну или он от рук не нагревается или он тепленький становится такой совсем уже главное чтоб сейчас не поехала там из стакана все концентрация там 20 грамм мелкого такого порошка ну это может и выпрыгнуть это все оттуда пузырьки шли-шли и перестали они лимонад уже там какое-то есть да сейчас видно что там процесс такой ну как брожение пошел есть газы уже нашли путь наружу так ну вот посмотрим еще через какое-то время так прошло минут 15 растворчик начал светлеть и видно бурная реакция ну насколько бурная так есть активность и раствор такой ну непонятно желто зелено так пока судить трудно какие-то частицы там плавает но он более-менее такой стал вот видно шипучий а ну игорь нагрелся так что есть признаки какой-то в жизни там такая вот пеночка появляется и вот можно нет у меня термометра надо где-то достать чтобы мерить интракрасный какой-то можно померить посуду сколько приблизительно как температура меняется в растворах да немножко есть запаха не чувствую пока никакого потому что есть вероятность что выходит водород потому он не пахнет хлор занят другими делами он там кушает на данный момент так но в принципе есть есть такая вот активность ну вот посмотрим что будет еще через минут 15 так прошло 20 минут раствор стал желтый такой красивый но пузыри еще идут так вот интенсивно я его перемешивал но он сейчас так так хорошо садится как бы какие-то мелкие частицы может быть пропали или слиплись вот так довольно шустро сейчас садится на дно вот я через какой-то часик попробую вот здесь видно как пузырится да но реакция идет хорошая просто там наверно не только золото растворяется там уже что-то может быть реагирует этот мышьяк может быть какой-то взаимодействует сначала ничего не было вот сейчас так интересно интенсивная реакция ну вот видно он он свет перемешиваешь он уже хочет так садиться на дно но реакция бурная температура повышается так посмотрим как сама кислотность изменяется процессе может быть и флор уже что-то там реагирует так бумажка вода стала такая вот как даже даже видно что бумагу через жидкость невозможно просунуться на такая вот как пленка интересный эффект вот я просунул и и она так ну да он нейтральный ну реакция бурная вот видно раствор желтый и весь просто бурлит уже нету такого осадка который бы сначала он как бы исчез и этот весь мелкий осадок просто пропал только остался тот который на дне и есть газ и выходит ну вот так что скоро будем пробовать на оловом и потом на следующий главный реагент сульфат железа называется купорос не надо путать с хлоридом и трехвалентным железом железо сульфат железа двухвалентный обычно такого зеленовато в ответ это так ну вот здесь все так интересно просто насколько я пробовал с камнями всякими песками там там так абсолютно неинтересные процессы здесь уже ну так видно вот есть такая пена там просто пузырится ну в общем здесь где-то это уже час продолжается и можно сказать этот хлорка еще живая ну потому что я довольно сильно здесь сделал не сделал просто наверх если было у меня кальция хлорка хипохлорид кальция тогда я бы ну туда целую ложку просто насыпал и пусть он даже не растворился он бы был такой как белый ну как гипс туда и вот это все время поддерживался хипохлорид он в воде не растворяется практически и он был бы там замена все время активным элементом ну а здесь где-то 170 граммов на литр и хлора и ну это много но вот он он очень быстро как сказать разрушается не не хватает такого долгого процесса но это если там палладий и платину растворяться тогда его надо долго а в этом случае если он не должен все там растворять и не надо его долго хватает просто чтобы он сделал до конца за работу ну вот и видно что раствор такой насыщенно желтый вот и буллит так через 20 минут опять посмотрим так ну вот и наступило время все пузыри вдруг пропали жидкость стала такая можно видеть такая вот как рыхлый рыхлый такой осадок который вот сейчас надо я я его стряхнул но он уже садился растворчик был уже практически я ясный вот сейчас я попробую подожду когда он сядет и будем немножко маленькую количество профильтруя пробирки быстро и попробуем чем-то его как бы восстановить вот первый опыт на хлорное олово а второй вот купоросом которые первые такие специфические для хипохлорита основные пересульфиты сульфиты гидрозины здесь не поможет потому что здесь есть уже такой как восстановитель хлорат натрия и он сразу можно сказать золото превратилась уже натриевая соль золото она уже чуть-чуть такая не такая как обычные золотая кислота или золотой хлорид это уже чуть-чуть стабильнее растворить так ну вот видно что реакция полностью закончилась моментом и все здесь просто будет скоро на дно раствор желтый так ладно не будем тратить время включить когда уже будем фильтровать так сделал пипеточку фильтрик засунул и вот сейчас немножко надо профильтровать чтобы был чистый без никакого микроосадка который может показаться каком-то золотом так вот где-то вот так вот хватит ну раствор красивый желтый насыщенный такой чуть-чуть хлорид зеленоватый это может быть признак железа хлорид железа вот такого вот цвета есть двухвалентный так хорошо как отфильтруем начнем так ну продолжаем вот вот такой желтый получился так сейчас надо надо делать с одного раза потому что он ну очень долго фильтруется фильтруется где-то полчаса я уже здесь устал так ну вот такой красивый растворчик здесь вот в углу я его налью вот вот еще остался так и сделаю каян сухого хлорида олова кристаллик там положу чтобы он был такой поконцентрированный потому что там золота наверное очень мало на такой капельке его я думаю что купоросом залезет тоже не увидеть потому что здесь концентрация просто смешная единственное что может показать это это есть олова или еще есть такой метод получается пробовочный метод так ну вот я попробую сейчас возьму вот стоков кину внутри олова и сухое олово очень хорошо работает его даже не надо там разводить водой если сухое кристаллическое и она очень мощно реагирует даже с очень слабыми растворами и вот сейчас мы просто увидим что там случится так я хочу еще показать есть у меня пример проволочные методы это вот если вот этот раствор я залил ну этот такой грязненький я залил туда пробирку и медную проволоку туда посадил так сейчас я попробую вытешить оттуда эту проволоку и там будет видно вот если здесь посмотреть так поймать бы фокус обычно используется чистая блестящая медная проволока есть если здесь приглянуться здесь такой налет образуется ну и камера не так может показаться но он по сути есть такой как золотой налет как бы такая как позолота получается такая чуть-чуть непонятного такого цвета ну вот ниже меди есть только палладий серебро платина и вот либо это серебро но серебро в хипохлорите она остается в хлоридной форме и она не может уже покрываться там так это либо палладий платина ну золото так как в этом документе только есть показано что там только золото так что это и есть единственное так ну вот здесь вот реакция на на олово идет довольно медленно но раствор раствор потемнел я специально залил там такой же самый раствор чтобы видеть разницу и он ну становится уже таким как таким как коричнево пупурным вот и там видно что формируется какой-то осадок немножко ну вот вот такая вот реакция на олово получилось так и можем попробовать этого купороса железа еще там растворчик остался довольно такой сильный такой раствор стал непонятно вот так ну вот делаем каплю сульфата железа такая какая ну и посмотрим как он как он как он поменяет цвет или поменяет или делает какой-то осадочек но вряд ли там какой-то осадочек может получится так ну вот такой он должен быть вот если смотреть он уже становится такой чуть-чуть красноватый на фоне ну концентрация очень маленький как я сказал на килограмме это где-то 0,35 граммов это килограмм вещества а здесь у нас только было 20 грамм это можно на калкуляторе быстро пробить и сколько тогда в этих 100 миллилитров в принципе золото капли вообще там разделиться ну вот олова дала такой вот интересный вот цвет такой непонятно серый пурпурно такой на камере выглядит зеленый но он он такой более-менее такой коричневый фиолетовый больше выглядит ну а здесь он тонал такой желтый и даже никаких признаков никакого осадок единственное вот метод когда есть очень слабые растворы вот это вот есть этот такой вот налет на проволоке получается и так у меня здесь где-то еще была такая одна проволока где бывает вот он и такой покрывается довольно сильный если вот засунуть просто в раствор золото он моментально станет черный и вот такой вот его можно будет довольно сильный раствор и просто попробовал работает ли теория одно но на практике иногда просто не получается так хорошо так ну вот этот купорос какой-то этот раствор такой странный стал как бы на дне немножко он такой грязненький походу выглядит какие-то такие как грани ну купорос очень очень грубое такое золото выдает такое тяжелое потому он обычно не так много виден вот вот так вот получился мой показ хипоклорита чуть-чуть долго получилось я вот этот просто промою хорошо водой и и вот тогда посмотрим как он на пруссион голд поведет себе на тюнилу если здесь был как сказать выброс выброс золота обратно потому что там есть металлы которые работают как восстановители если он сначала был в растворе а потом начал медленно выпадать это тоже может такого быть потому что здесь на пробирке тоже не на пробирке а вот здесь видно образовалась такая вот такая вот интересные вот фильтрат и здесь плавает но это может быть и пыль но может и быть как сказать выпадает золото из раствора потому что она на грани держится когда хлор пропадает ну вот он освобождает его вот так ну вот на следующее видео будем вот пробовать с другими то посмотрим что у нас с йодом получилось какие там признаки золота и я думаю царскую водку я не буду использовать здесь просто бессмысленно там там столько металла что это будет не так бурлить а то будет просто шипеть и выпрыгивать вот вот так хорошо подписывайтесь ставьте лайки до следующего раза а это вы вы Продолжение следует...